День с толком Для всех, кто нас смотрит на телеканале и в ютюбе, вот о чем расскажем вам сегодня. Две Барнольские поликлиники объединяют в одну и создают центр экстренной помощи. Что будет с персоналом? Как не подраться из-за штор и сохранить честь учителя? Зачем депутаты АКЗС решили разработать этический кодекс для родительских чатов? Оперный мэтр из Москвы дает мастер-класс для солистов ансамбля «Алтай». 24,5 года колонии строгого режима и компенсация морального вреда на сумму в 10 миллионов рублей. Сегодня Восточный окружной военный суд вынес приговор Рамилю Шамсуддинову, срочнику, который в 2019 году расстрелял своих сослуживцев. 8 человек погибли. Трое из них были жителями Алтайского края. Артем Никишин из Кулунды, Алексей Андреев из Бийска и Анатолий Куропов из Крутихинского района. Отец последнего недоволен вердиктом суда присяжных. Они посчитали, что Шамсуддинов виновен, но заслуживает снисхождения. Мужчина же будет подавать апелляцию и добиваться пожизненного заключения. Надо добиваться. Столько людей пострадало. Взять его и там, который погибли-то. Куда он годен? Тем более я за своего сына-то. Не знаю, что бы сделал бы с ним. Алтайским научно-исследовательским институтом технологии машиностроения заинтересовались силовики. Накануне сотрудники провели там оперативные мероприятия, изъяли два мобильных телефона и компьютеры. Об этом накануне стало известно нашим коллегам из редакции «Банкфакс». Они ссылаются на свои источники. Известно, что правоохранители изъяли материалы, связанные с налоговыми начислениями. Однако в самой организации полагают, что внимание силовиков привлек другой повод. А именно расследование уголовного дела в отношении лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью. По словам источника ранее, Алтайский институт переводил деньги на расчетный счет одной из компаний, которая оказалась в поле зрения правоохранителей. Добавим, предприятие занимается разработкой технологий по резке и сварке металлов, а также производством техники для сельского хозяйства. Очередной порыв произошел в Барнауле. В этот раз на улице Интернациональной. Как сообщают очевидцы, произошел порыв водопровода. По нескольким дворам побежал ручей. Специалисты водоканала уже устранили повреждения. Сейчас дорожные службы устраняют последствия аварии. Но временное отключение воды все же будет в нескольких домах и в детском саду неподалеку. Добавим, это далеко не первый порыв с начала года. Две барнольские поликлиники объединяют в одну, чтобы на их базе создать центр экстренной помощи. Речь идет о горбольницах номер 11 и 12. Министр здравоохранения региона уже давно высказывался о том, что шинники и моторщики структурно дублируют друг друга, а также располагаются на одной территории. В ведомстве рассчитывают, что слияние двух больниц сделает доступнее экстренную помощь для населения. На данный момент Минздрав работает над стратегией нового учреждения. Отметим, родильный дом и поликлиника при больнице номер 11 будут сохранены. Кстати, уже сейчас известно, что увольнение может коснуться сотрудников, но не врачей, а бухгалтеров, экономистов и юристов. Врача подвергают травле. В сети появилась петиция в поддержку реаниматолога, который ставил катетер умершей в советском районе годовалой девочки. У людей, осуждающих медика, отсутствует медицинская грамотность. Так утверждают авторы обращения, размещенного на сайте change.org. Вот что они говорят. Доктор, проводивший вслепую манипуляции, не было безопасно над осложнений, прописанных в медицинской литературе. Отсутствие медицинской грамотности у населения повлекло за собой общественную травлю доктора в сети с привлечением СМИ. Высококвалифицированный, опытный специалист, проработавший более 30 лет в советской ЦРБ и неоднократно спасавший жизни как взрослого, так и детского населения, не заслуживает подобного отношения. Составитель петиции призвал публично не осуждать медика. Его вина пока не доказана. К этому моменту петицию подписали порядка 140 человек. Напомним, 11 января в советскую ЦРБ привезли годовалую девочку с термическими ожогами. По словам мамы, ребенок опрокинул на себя кружку с чаем. По предварительным данным, смерть произошла вследствие повреждения легкого. Реаниматолог пытался поставить катетер в подключичную вену. Было повреждено левое легкое, что и привело к гибели. Дело взяли на контроль в Краевом следкоме. По данным за прошедшие сутки на Алтае 195 новых случаев заболевания коронавирусом и 15 смертей. Тяжелобольных пациентов на этот день 389. 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В целом на лечении сейчас находится 1943 пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. И кроме этого еще 876 человек находятся в госпиталях с пневмонией, сходной с COVID-19. В чатике теперь так просто не ворваться. Во время подготовки ко второму чтению закона о статусе педработника предложили добавить еще одну инициативу. Разработать этический кодекс для родительских чатов. Мол, слишком часто там ссорятся, критикуют или даже оскорбляют учителей. Что про инициативу думают педагоги и психологи, узнаете в сюжете. Власть продолжает осваивать интернет. Досели чуждую всем нормативам область. Законотворцы настолько внимательно пеленают в новеллы, что дело дошло и до родительских чатов. Вова уроки делать не будет. Мы все из-за него поругались с дочерью. Он всем сделал нервы. Ему так неудобно. В телефоне не видно, камера дурацкая. Сто причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Инициатива контролировать такие чаты связана с нашумевшим законом о статусе педагогического работника в Алтайском крае. Депутаты Заксобрания приняли его в первом чтении, хоть положение о клятве педработника устраивало далеко не всех. Дополнение о регулировании чатов предложил внести Сергей Писарев. Не только руководитель зоопарка, но бывший школьный учитель и даже директор. Он считает, открытое оскорбление учителя в чате – проявление более масштабной проблемы. Разговаривая с учителями, я очень часто слышал именно вот эту проблему, которая сегодня глобально нарисовалась в обществе – это взаимодействие учителя и родительской общественности. И, к сожалению, она не всегда в пользу учителя. Люди позволяют себе, во-первых, оскорблять не только педагога и рассказывать какие-то несуразицы о деятельности, так сказать, педагога, но они ведь умудряются и сами ругаться в этих учительских чатах. А иногда умудряются и убивать. Осенью прошлого года СМИ рассказали про убийство после ссоры в родительском чате. Психолог Гуар Краян говорит, что до конфликта дойти просто. Это не личный контакт. Люди не слышат интонаций, не видят мимики. Любое высказывание может быть понято неправильно. Плюс родителям свойственно переоценивать нанесенные ребенку обиды и помнить свои. К сожалению, у нас, правда, люди очень травмированы. У всех свои травмы детские. И немножко родители, вот когда что-то происходит, да, вместо того, чтобы прояснять, уточнить, в связи с чем, в чем причина, да, происходит такое, что они накладывают еще свою собственную травму детскую, которая у них в школе с другими детьми, с учителем и было, и воспринимают, как будто это что-то с ним случилось, и нужно защищаться быстро. Это часто мешает детям самим выстраивать отношения в классе. Тем более, случай напугавший родителя, ребенок может забыть через час. И тем не менее, чаты учителям и школе часто необходимы. Например, заместитель по учебно-воспитательной работе и учитель информатики 42-й гимназии Иван Гребенкин говорит, что чаты полезны, но ведь их работу можно регулировать. Мне кажется, что очень эффективны сегодня односторонние чаты. То есть, когда может администратор отправить информацию, родители эту информацию получить, а обсуждать о ней ее могут уже там персонально, индивидуально, друг с другом, либо с учителем по телефону. У самих же законодателей пока нет определенных инструментов, которые могли бы регулировать работу чатов. Но в скором времени в ПЕД-университете встретятся авторы идеи, учителя, представители министерства и даже родители школьников навести порядок в чатах. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Это амбиции или конкуренция? Так президент классического вуза Сергей Землюков высказался на днях на одном из краевых телеканалов о шуме вокруг строительства нового корпуса университета. Прозвучало там и мнение руководителя учреждения о выборе места под корпус, о судьбе зеленых насаждений, причине такого категоричного решения строить будем. Впрочем, краевые власти ответили нашим коллегам, что мнение горожан о появлении этого объекта в обозначенном месте учтут. Так барнаульцы смогут высказаться на общественных слушаниях. Но прислушаются ли к ним? Мы спросили у ярких общественников краевой столицы, что они думают о словах Сергея Землюкова. Но сначала цитата. Я бы с осторожностью называл противников, нежелающих реализации этого проекта общественностью. Понимаете, общественность представляют у нас некие оформленные организации и так далее. То есть мы с ними ведем диалог и дальше будем продолжать вести диалог для того, чтобы было понимание, насколько же важно для университета, для города, для Алтайского края строительство нового учебного лабораторного корпуса, куда будут ходить дети, внуки и последующие поколения. Или вот какие-то, может быть, там амбиции, может быть, конкуренции, может быть, еще что-то, что мешает сделать правильный выбор. Сергей Валентинович Землюков, конечно, у нас крупная фигура в Алтайском крае. И, наверное, мы в сравнении с ним не выглядим так солидно. Но все-таки это руководитель крупного образовательного учреждения. И вот таким образом высокомерно высказываться по отношению к жителям своего города, тем более, что мы так или иначе тоже представляем определенные мнения, определенные силы. И это неконструктивные позиции. Ведь любой конфликт лучше решать за столом переговоров, диалоги. Это бюрократический подход, он, опять же, ни к чему хорошему не приведет, когда мы будем разговаривать только с теми, у кого есть справки. Ну, так, мне кажется, уже сейчас, в 21 веке, подходить к вопросу – это несовременно. Другие мнения вы сможете увидеть уже в эту субботу в итоговом выпуске нашего телеканала. Будь порядочным и получишь жилищный сертификат. В Барнауле продолжают обсуждать критерии для выдачи таких документов сиротам. Так, на последнем заседании ВКЗС министр строительства и ЖКХ Евангелев высказал предложение вручать жилищный сертификат рабочим или студентам, несудимым и не имеющим приводов. Кроме того, он полагает, стоит ограничить возраст судебного решения на приобретение жилья. В первую очередь, обеспечить квартирами тех, кто получил документы от суда до 1 января 2019 года. Таких сейчас на Алтае около 600 человек. В целом, по состоянию на начало этого года, сирот, у которых есть решение суда – 1350 человек. Среди других идей Краевой комиссии – оценивать жилье на пригодность к проживанию, ввести срок действия жилищного сертификата или вариант погашения за счет ипотечного кредита. Принять закон депутаты планируют на февральской сессии. Их выгнали из дома родные дети. Алкоголь разрушил их жизни. Следующий наш сюжет посвящен людям без определенного места жительства, которые нашли временный приют в Центре социальной реабилитации бездомных. Это единственное место на весь край, где нуждающимся протягивают руку помощи. Подробности у Валентины Аскеровой. Мать поюшла на трубе. После этого, после смерти, она тупит. У меня умерли оба сына. Дети, казалось. Я жила у дочки. Им нужна была моя пенсия. И если житель сказал, вон, она так и сделала. Вот если бы не этот дом, я не знаю вообще, что было бы со мной. Мне хоть вешаться было. Истории предательств – тяжелые моменты жизни, с которыми не смогли справиться. Оставляют позади, как только переступает порог Центра реабилитации. Все эти люди бездомные. Ровно в 16.30 приходят с улицы, проходятся на обработку, моются и скорее к столу. Этажом выше – комната отдыха, шахматы, лото, книги и, конечно же, телевизор. После дня скитаний по городу постояльцы сидят в тепле и погружаются в мир кино. Мужчина возле книжного стеллажа Александр. В прошлом известный хоккеист. Его фотографию украшала доску почетного дворца спорта. Но вот уже 35 лет он не держал в руках клюшку. Уже я в три года на коньках катался. В этой машине меня спорт затянуло. Были какие-то планы выступать на спортивных соревнованиях? Да, были. Были, конечно. Мне сказали пить стряков, уезжай в Барнолу, играй, занимайся спортом, хоккеем. Ну, не сложилось так. Я потерял отца и мать, родители. Это уже в этом венец я сам. Это Антонина Игнатьевна. Ночует в центре уже два года. Родная дочь выгнала из дома. Здесь 76-летняя осторожка обрела новую семью. И никогда к ней не пойду. Может, на улице сдохну, но к ней не пойду. Не пойду никогда. А еще есть родные? Внук. И все. Но я не нужна. Деньги надо. Конечно, хотелось бы, чтобы родня была как родня. Хотелось бы в семье. Ну, раз так получилось, мне эту семью не надо. Не надо. Я лучше тут буду, в этой семье. С постояльцами работают психологи. У кого нет паспорта, помогают восстановить документы и даже трудоустроить. Некоторые бездомные не хотят покидать эти стены. Ночуют здесь годами, ну а кто-то встает на ноги и начинает новую жизнь. Из наших стен люди уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, да, потом возвращаются и заходят к директору в кабинет, благодарят директора, специалистов по социальной работе, всех работников, что помогли им. И они сейчас проживают в городе Москва, в Санкт-Петербурге. Такие случаи есть. Это очень, конечно, не то что радует, мы этим гордимся. Центр реабилитации для бездомных в Барнауле рассчитан на 72 человека. Сегодня здесь нет ни одной свободной койки. Ровно в 8 утра постояльцы вынуждены покидать центр. Как правило, идут на вокзал, там не выгоняют, там же и обедают. А ровно в 4.30 вечера возвращаются в свою новую семью. Если вы видите человека в беде, знайте, что вы можете ему помочь, подсказав нужный адрес. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнаул приехала солистка Большого театра Любовь Петрова. Уже несколько дней она занимается с нашими артистами из ансамбля песней «Танцы Алтай». Кстати, оперная певица не только проведет мастер-класс для вокалистов, но и поможет им завершить важную миссию. А какую, расскажет Ирина Корчагина. Этих вокалистов она знает всего несколько дней, но они уже явно спелись. На протяжении нескольких дней солистка Большого театра Любовь Петрова проводит мастер-классы для артистов ансамбля песни и танца «Алтай». Направляет и подсказывает, как надо петь, даже если ты поешь для одного человека в зале. Идет работа, и ты вроде задумался об исполнении своей задачи, что-то не получается. Раз, немного отвлекся, посмеялись что-то, и вернулись к работе, все получается. Есть и работа, есть и такие минутки радости, так скажем. Мир сейчас живет в странном режиме, к сожалению, мы все оказались в такой ситуации беспрецедентной. И артистам нам обязательно нужно, во-первых, всегда быть в тренинге, а во-вторых, выступать и делиться своим искусством с людьми. Насколько людям нужно выйти из вот этого кошмара и страха, и погрузиться в искусство, и найти в нем вдохновение. Именно роковой 2020 год забрал у ансамбля «Алтай» отца. В октябре в ковидном госпитале скончался директор ансамбля Александр Березиков. А за несколько недель до этого коллектив начал работу над новой сложной программой. Сейчас приглашенная гостья из Москвы помогает вокалистам оттачивать новый репертуар. Время мастер-классов ограничено, поэтому артисты берут все от уроков с Петровой. Эту программу заклонировал Александр Федорович Березиков. И мы решили, что это наш долг справиться с этой программой, подготовить ее достойно и выступить в октябре месяце с Государственным оркестром «Сибирь». Известно, что в этой программе будут песни и романсы русских и зарубежных композиторов. До конца недели солистка Большого театра проведет с вокалистами, затем они будут готовить свои вокальные хореографические связки к выходу на сцену после каникул. Первый концерт состоится уже в феврале. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.